Приборы учета воды. Счетчики стоят уже в большинстве квартир жителей Чувашии. Чтобы контролировать, насколько приборы точно снимают показания, необходимо делать так называемую поверку. Приборы учета холодной воды в среднем требуют поверки каждые 6 лет, горячей каждые 4 года. Чем нередко пытаются воспользоваться недобросовестные фирмы. Золотая поверка. Так в шутку стали называть жители разных регионов страны и процедуру поверки приборов учета воды после того, как некая фирма стала рассылать листовки с предложением провести данную процедуру. Цена вопроса для такой услуги заоблачная 1500 рублей. Фирма засветилась в разных уголках стороны листовки. С настойчивым предложением провести поверку получили жители Астрахани, Брянска, Новомосковска, Калининграда, других городов. Попали в этот список и чебоксары. Горожане и на шутку встревожились. Здравствуйте, к нам пришло уведомление по поводу проверки счетчиков воды. По телефону, указанному в уведомлении, ответили, что проверка будет стоить 1500 рублей. Причем счетчики на месте не проверяют, а снимают и забирают на 10 дней. В городском справочнике такой организации нет. Волнение горожан понятно, а выглядит листовка как некое официальное уведомление. Мол, процедура обязательно пройдите, пока не поздно. Здесь и ссылка на закон, и даже какой-то непонятный штрих-код. А в названии присутствуют слова «городская служба». Однако в столичной администрации про таку услышат впервые. Администрация города Чебоксара учредителем указанной компании не является, никакое отношение не имеет к их деятельности. Ответственность, соответственно, за их работу не несет. Вместе с тем в городе существует и функционирует множество фирм и организаций, название которых имеется слово «чебоксарская» или «городская». Это не означает, что они относятся к городу. Это совершенно самостоятельные коммерческие фирмы, учредителями которых могут выступать физические лица или какие-либо другие юридические лица. И поэтому простому обывателю, увидев название разных организаций, «чебоксарская» или «городская», не всегда, наверное, можно будет сразу разобраться, относится к муниципальному предприятию или это совершенно самостоятельная коммерческая организация. Чтобы узнать подробности предоставления услуг указанной фирмы, мы позвонили туда сами. Оператор Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нашла объявление, что делать в поверку счетчиков. Что нужно сделать, сколько стоит у вас услуга? Поверка производится в лаборатории на специализированном оборудовании. Соответственно, вам необходимо счетчики самостоятельно демонтировать, привезти к нам в будний день, в первой половине дня. Поверка занимает от 10 дней. Достаточно затратная процедура для вас. Чтобы избежать лишних временных и денежных затрат, мы рекомендуем сделать вам замену счетчика сразу на новый. Стоимость замены одного прибора будет составлять 2300 рублей. Если у меня все-таки нормально работает счетчик, это все равно, получается, дороже будет его поверить, да, нежели установить новый, так получается? Ну, конечно. А если все-таки я захочу именно поверку сделать, тогда сколько у вас будет стоить услуга? А я же вам сказала, сумма 1500. Итак, следуя логике оператора, каждые 4 или 6 лет вам выгоднее устанавливать новый счетчик, нежели поверять существующий. Однако специалисты придерживаются совсем иного мнения. Ведь поверка счетчиков воды в других учреждениях в Чувашии стоит в 6 раз дешевле. И еще заниматься поверкой кто попало не может. Всегда возникает вопрос, кто может заниматься поверкой или кто может поверять. Значит, по закону об обеспечении единственных изменений заниматься поверкой может любое лицо, хоть физическое, хоть юридическое. Но при этом это лицо должно выполнить ряд требований. Во-первых, люди, которые занимаются поверкой, должны быть обучены по соответствующей программе, получить профессиональное образование. Это раз. И та организация или то лицо, которое хочет заниматься поверкой, должно получить право на эту работу. То есть получить аттестат аккредитации. Вот я вам хочу показать аттестат аккредитации нашей организации, Чувашского центра стандартизации и метрологии. Как вы видите, он выдан федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Но это было 4 года назад. Сейчас эти аттестаты аккредитации выдает федеральная служба по аккредитации, Росаккредитации. Кроме того, демонтировать счетчики совсем не обязательно. После предварительной записи сотрудник придет к вам домой, предъявит удостоверение, буквально за 15 минут снимет показания и оформит документы. Увы, единый реестр фирм, которые имеют аттестат аккредитации, а значит и право заниматься подобными работами в России пока только на стадии разработки. Между тем, пока материал готовился к эфиру, содержанием листовок заинтересовались в антимонопольной службе. Здесь идет именно отношение восприятия этой рекламы. Если эта реклама воспринимается как поддержку этой информации или этой рекламы со стороны органов власти. Если это так воспринимается, а фактически этого нет, то это действительно имеет признаки недостоверной рекламы. И я думаю, что мы должны здесь реагировать. В конечном итоге, конечно, именно вам решать, в какую компанию обращаться. Однако, прежде чем набирать номер телефона, увиденный в том или ином объявлении, изучите вопрос. Это может сэкономить и ваше драгоценное время, и деньги. Ольга Пырочкин, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика.